Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. У нас сегодня кутабики с зеленью. Их целая стопка. Я их просто обожаю, особенно с кефирчиком и барбарисом. Получается вообще топчик. Я всегда, знаете, намазываю как можно больше масла, чтобы прям все стекалось. Как я люблю, когда масла много. Хотя, например, моя бабушка не понимает меня. Она говорит, как можно кушать, когда так много масла. Это же противно. Я говорю, нет, какое противно. Это вкусно. Поэтому вкусы у нас с вами разные. Кому как. Я лично очень люблю кутабики. Если, например, сравнивать кутабы или, например, чебуреки, я однозначно голосую за кутабы. Это намного вкуснее. Так, не покупные. Это домашний рецептик. Я вам оставлю. Вчера ходила к своим квартиросъемщикам. Они меня сами позвали. Заплатили аж на два месяца вперед. За декабрь и за январь. Я спросила, ломается ли у вас опять что там. Сказали, нет, мы все аккуратно. Еще я заметила, что они поменяли глазок. Точнее, не то, что поменяли. У меня в двери вообще не было глазка. Когда я покупала эту квартиру, там просто вместо глазка была вата. Я заметила, что они поменяли. Показали мне за свой счет. Не знаю, сколько стоит глазок. Мелочь, но приятно. Я надеюсь, что больше они мне проблем создавать не будут. Будут жить нормально. Мне даже, знаете, как-то показалось удивительно, что они добровольно сами заплатили за два месяца вперед. Позвали меня. Что вот, пожалуйста, ваши деньги. Мне кажется, они просто рассказали эту всю историю каким-то своим знакомым. И, возможно, знакомые сказали, ну, блин, у вас все ломается. Она же не виновата. Она же не получает никакую прибыль от своей квартиры из-за того, что вы там живете. Как бы, возможно, они просто сделали выводы. Или, ну, не знаю, как там, да и что. Ну, в общем, вот такой вот подарок мне сделали накануне моего дня рождения. Ну, как накануне. Две недельки осталось до моего дня рождения. Папа мне на днюху купил камеру, но он прилетит где-то в середине декабря. А у меня день рождения одиннадцатого. Поэтому свой подарочек получу чуть-чуть попозже. Но ничего страшного. Все это мелочи. Самое главное – получить подарок. Я очень боюсь, что в камере будет какой-то брак. Потому что папа приедет сюда. Я, например, поиспользую. Там в магазине, по-моему, в Эльдорадо папа взял. Там, в общем, 16 дней или 14 дней на использование дается. Если есть какой-то брак, можно прийти поменять или исправить эти недочеты. Но проблема в том, что папа не очень разбирается в камерах. Я его сколько просила проверить фокус, он так и не смог это сделать. В общем, он в таких вещах вообще не разбирается. Я знаете, чего боюсь? Папа привезет сюда. И здесь уже мне что-то будет не нравиться в камере. Когда он привезет, уже с момента покупки, наверное, пройдет месяц. Папа взял отпуск на месяц. И, получается, вернется он обратно в Саратову где-то через 2 месяца. А через 2 месяца куда менять? Что делать? Поэтому очень надеюсь, что мне попадется какой-то небракованный, хороший, самое главное, чего я боюсь, чтобы не было у камеры проблем с фокусом. Единственное, чего я хочу. Вот в моей старой камере, не той старой, которую я год назад купила, никаких проблем с фокусом. Мне очень нравится это. Вот этой, на которой я вам сейчас снимаю, у нее реально есть проблемы с фокусом. Я, честно, замучилась с ней. В общем, посмотрим, как суждено. Пошел папа в М-Видео, там не было именно черного цвета. А я хотела именно черный. Есть серебряный и черный. Мне очень нравится дизайн черного. Хотя он чуть-чуть подороже. Очень странно, да? У меня есть знакомый, он фотограф. Он мне говорит, бери Sony, что-то у тебя все Canon. У тебя и эта камера Canon, и маленькая Canon. Я не знаю. Я вот с первого дня, вот я как купила Canon, мне нравится. Вот реально некоторые думают, что все блогеры снимают на Canon, потому что им доплачивают или отправляют на обзор. Насколько я знаю, Canon никому ничего на обзор не отправляет. Даже топовым блогерам. Это чисто моя рекомендация. Мне нравится, как снимает Canon. Но возможно это из-за того, что у меня никогда не было других камер. Например, GoPro качество мне вообще не нравится. Вообще от слова. А телефон тем более. Я сразу вижу, когда видео записано на телефон, мне не нравится. Без обид. Если вы снимаете на телефон, извините, пожалуйста. Не хочу вас обидеть. Просто я не люблю это. Еще днюхи долго думала, что как отмечать, что делать. У меня такая сложная ситуация с подружками, со знакомыми. Я вам рассказывала, да? Ну ничего, расскажу еще раз. В общем, у меня есть подружки, у которых есть мужья. А есть подружки, у которых вообще нету вторых половинок. Я не знаю, как их всех вместе пригласить в одно заведение. Например, кто-то говорит по-русски, кто-то не говорит по-русски. У меня есть подружки, которые недолюбливают немножко друг друга. А что с ними делать? Конечно, можно всех позвать и сидеть так, делая вид, что ничего не происходит. Но я хочу, чтобы люди именно веселились у меня на дне рождения. Иногда, я думаю, может быть, со всеми отдельно отметить. Например, к жале взять роллы и поехать к ней домой. Заказать какой-то огромный сет и посидеть, нажраться. Ммм, какие кутабики вкусные. Например, с родственниками где-то в другом ресторане посидеть. Кто-то с детьми, кто-то без детей. Короче, не знаю, что делать. Хотели в ночной клуб пойти. Но сейчас говорят, из-за пандемии коронавируса в этих ночных клубах облавы проводятся. То есть, один из ночных клубов. В общем, туда пришли полицейские. Накрыли всех. Дистанция не соблюдается. Кьюар-коды не проверяются. Последний раз, когда мы с подружкой были в кафешке, два дня назад. В общем, мне не проверили QR-код. Ну, хотя я вакцинированная, но все равно не проверяют. А иногда в моллы заходишь, это просто ужас какой-то. Столько людей, стоит очередь. Целый час это все проверяется. Самое удивительное, что после всей этой пандемии, уже прошло, наверное, года два, и я так и не заразилась короной. Возможно, из-за того, что я нахожусь в изоляции от всех, я постоянно дома, мало контактирую с людьми, мало еду на общественном транспорте. Возможно, из-за этого. У меня даже особо сильного гриппа не было за эти два года. То есть, как-то мне кажется, у меня какой-то иммунитет есть. Хотя я вам скажу, что мое окружение болело коронавирусом. Причем люди, с которыми я встречалась до поставления им диагноза где-то за три дня. Я, по идее, должна была заразиться, но у меня не было никаких симптомов. Я себя потрясающе чувствовала. То есть, даже как бы гриппом особо не болело. Не то, что после вакцинации я как бы не болела. И до, я как бы вакцину-то сделала недавно. Неохота была в очередях стоять. Надо было делать вакцину вот сейчас. Я стояла в очередях, не знаю, часами. Это было очень мучительно, долго раздражало, нервы свои портишь. А люди сделали просто чуток попозже, подождали немного или чуть-чуть пораньше. А я просто, знаете, когда я сделала? Я сделала в пик, когда сказали, что с 1 сентября никуда не будут пускать без вакцины. Я пошла делать 28 числа. И вы представьте, сколько людей там было. Когда мама делала вакцину, уже таких очередей не было. Все было очень цивильно, культурно. Просто мама была в деревне, когда мы с братом поехали делать. Это был какой-то ужас. Прикиньте, мы в очереди стояли 320-е. 320-е. Ты стоишь, тебя называют, и ты проходишь. Каждый раз ты думаешь, блин, давайте скорее, давайте скорее. Мы, наверное, где-то часа 4 точно простояли в очереди. Бизнес-центр, в котором я работаю, туда как раз-таки с первого числа не пускали без QR-кода. Я решила пойти сделать. Но на работу-то я хожу очень редко. Работаю-то я в основном из дома. Поэтому спокойно могла сделать чуток попозже. Но не сделала. Кто-то там покупает эти прививки. Причем очень странно. Первую дозу купил, а вторую дозу уже нет. А с одной единственной дозой никуда не пускают. Какой-то замкнутый круг получается. Уже заходишь в магазины, везде там елки продают, игрушки новогодние. И вообще нет новогоднего настроения. Не знаю, как у вас, у меня так. Новогоднее настроение бывает тогда, когда на улицах лежит снег. А у нас такого не бывает, к сожалению. Кутабики были очень вкусные. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Всем пока!